Итак, дорогие друзья, всем привет! С вами Юля и сегодня я хочу рассказать вам о презентации нового складного смартфона от компании Honor, который претендует стать лучшим среди подобных себе. Это Magic V и стремление к первенству для него абсолютно естественно, так как это первый складной смартфон, получивший самый мощный на сегодня чипсет от Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Другим важным показателем Honor Magic V является его толщина, которая в сложенном виде составляет всего 14,3 мм и это, кстати, меньше, чем у представленного еще в декабре Oppo Find N всего 15,9 мм и Galaxy Z Fold 3, имеющего 16 мм. Компания смогла достигнуть этого благодаря тому, что устранила зазор шарнира, как показано на рисунке. Кстати, в раскрытом состоянии две половинки имеют толщину всего 6,7 мм и это действительно тонкое устройство. Также Honor Magic V получил более крупный дисплей по всем направлениям. Это 6,45 дюймовый внешний OLED-дисплей с разрешением 2560 на 1080 точек, плотностью пикселей 431 на дюйм, 120 Гц обновлением экрана, 100% цветовым охватом и функцией HDR10+. Также было рассказано о суперзащитном стекле Nano Crystal Glass, который выдерживает падение с высоты человеческого роста и в доказательство своих слов ведущий несколько раз уронил Honor Magic V, показывая выживаемость аппарата. Так и хочется сказать, не мы роняли. Было сравнение экранов Magic V и Apple iPhone 13 Pro Max, где у последнего шим имеет всего лишь 480 Гц, тогда как Magic V поддерживает 1920 Гц. Понятно, что не забыли и о Samsung Galaxy Fold 3, упрекнув последнего в нестандартном соотношении сторон 25,9 и меньшей диагональю. Ну и дальше больше. Внутренний OLED-экран Honor Magic V имеет диагональ 7,9 дюйма, разрешение 2272 на 1984 точки, с плотностью пикселей 381 на дюйм и частотой обновления экрана 90 Гц. И здесь решили сравнить экраны Honor и Apple iPad Mini, где у Honor выше яркость, выше частота обновления и выше плотность пикселей. Помимо этого, поверхность дисплея Magic V покрывает оптическая нанопленка с магнетронным напылением, состоящей из двух слоев, AR, передающая максимум света, и AF, защищающая от воды, грязи и отпечатка пальцев. Ну и помимо этого, еще поверхность эта не бликует. Что касается внутреннего механизма складывания и раскладывания экрана, то он состоит из более чем 200 элементов. Одни покрываются титановым слоем, другие выполнены из жидкого металла на основе цинка. В общем, как обещает Honor, они используют материалы агрокосмического класса. Ну и открывать и закрывать устройство можно будет в пределах 200 тысяч раз. То есть, если вы будете пользоваться внутренним экраном 50 раз в день, то механизм может выдержать 10 лет. Сама отельная панель объемно структурирована, и здесь можно увидеть 3 крупных объектива по 50 мегапикселей каждый, но с разным предназначением. Это основной, широкоугольный и ультра-спектрум, а также разной диафрагмой. Плюс будет еще и система лазерной фокусировки. Есть цифровой 10-кратный зум и поддержка записи видео в формате 4К. А вот оптической стабилизации здесь не будет, только электронная. Но вот зато фронтальных камер будет 2. По 42 мегапикселя на внутреннем и внешнем экранах. Но и само устройство, дорогие друзья, поддерживает технологию Honor Image Engine, которая обрабатывает изображения благодаря искусственному интеллекту. Также смотреть видео компания предлагает со стереозвуком, и технологии IMAX Enhanced, которая призвана обеспечить четкие изображения HDR 4К и более мощный звук. Помимо новейшего чипа Snapdragon 8 Gen1, новинка оснащается еще 12 гигабайтами оперативной памяти стандарта LPDDR5 и будет иметь 256 или 512 гигабайт встроенной памяти стандарта EFS 3.1. А вот дополнение в виде карты памяти здесь не предусмотрено. Также Honor Magic V оснащен интеллектуальной системой охлаждения, включающей материал графен третьего поколения и интеллектуальную систему управления температурой с искусственным интеллектом. Ну и как лишний раз не плюнуть в сторону конкурента, показав слайды с температурой нагрева, где Samsung Fold 3 греется аж на 2 градуса сильнее, чем Honor. А вот что будет существенно, дорогие друзья, так это то, что на презентации были показаны примеры быстрой загрузки данных при помощи технологии Link Turbo X. И здесь Honor оказалась быстрее других тестовых устройств в несколько раз. И вот теперь мы подходим к питанию. Magic V получил емкость на 4750 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт. И компания с гордостью заявляет, что ее устройство проработает весь день. Ну и работать смартфон будет под управлением фирменной оболочки Magic UI 6 на основе новой операционной системы Android 12. Сама оболочка предлагает ряд улучшенных настраиваемых умных функций, которые облегчат вам жизнь. Кроме этого, оболочка поддерживает режим Multi Windows, разделяя экран на несколько окон, что позволит пользователям одновременно просматривать различные типы контента, настраивать и упорядочивать их в предпочитаемом стиле. Ну и благодаря интеллектуальной системе Honor Magic V автоматически определяет и рекомендует контенты для нескольких окон в зависимости от использования. Что еще можно отметить, дорогие друзья, так это то, что будет сканер отпечатков пальцев, но находится он справа, на боковом торце в одном образе с кнопкой питания. Будет еще модуль NFC и инфракрасный пульт дистанционного управления. В сети представлены 2G, 3G, 4G, LTE, 5G. Беспроводный интерфейс это Wi-Fi 802.11 и Bluetooth версии 5.2. Что касается цветовых решений, их три. Серебристый, черный и оранжевый. Первые два выполнены из стекла, а третий из кожи. Само устройство Honor Magic V будет доступно на территории Китая с 18 января по цене от 1569 долларов. На других рынках этот смартфон будет доступен позднее. Все ссылки на продажу этого аппарата, если таковые уже будут доступны, мы как всегда разместим в описании под этим видео. Ну что, дорогие друзья, можно сказать в итоге. Первое это то, что Honor перестал быть брендом с более доступными моделями мобильного ряда, как когда-то задумывался, и по стоимости уже не уступает смартфонам от Huawei. Насколько выигрышным будет такой подход, если учесть, что бренды Redmi и Realme продолжают придерживаться линии более доступных смартфонов и предлагают флагманские характеристики за гораздо ниже ценник. Можно отдельно прикупить планшет для любителей больших экранов, и останется еще и сдача с 1600 долларов. Так что смотрим и определяемся. Но я заканчиваю свой обзор, и как всегда не прощаюсь с вами. Всем отличного настроения, не уходите с нашего канала, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов. Обязательно комментируйте, ставьте лайки тех, кто еще не подписался на наш канал. Не забудьте подписаться, при этом нажимайте на колокольчик, чтобы одним из первых получать новые видео с нашего канала. С вами была Юля и канал новых технологий. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok